Всем доброе утро! Это Утро Дома. И сегодняшнюю программу проведем мы. Константин Октябрьский, Анна Кузина, Жан Яночкин и Чаба Бакош. И сегодня мы узнаем много интересного. Угрожает ли Земле астероид? Почему нельзя пренебрегать завтраком? Почему важно деткам прививать любовь к чтению? Об этом и многом-многом другом сегодняшним прекрасным утром. Мы начинаем. Поехали. На календаре 23 декабря и в этот день в Литве отмечают праздник Блукаса. Это значит такой праздник неисполнившихся забот и неосуществленных желаний уходящего года. И тут логично было бы сказать, что в этот день все сбывается и все дела заканчиваются. Но нет, скорее наоборот. В этот день все не окончено и не сбывшееся литовцы просто выбрасывают. А точнее сказать, сжигают. Да. Значит, находят парочку человек, которые не обременены дневными и бытовыми заботами. И они, значит, таскают по дворам литовским старый пень. И этот пень собирает вот эти все там заботы, хлопоты, неосуществившиеся желания. Ну а потом его сжигают. Ну, вполне логично. Чтобы освободить место для нового, нужно избавиться от старого. О, а что еще интересного произошло в этот день, узнаем из нашей рубрики «День в истории». 23 декабря 1873 года во Львове было основано научное общество имени Тараса Шевченко. Это первая научно-культурная общественная организация в Украине. Инициатором ее создания выступили ученые Михаил Драгоманов, фольклорист Пантелеймон Кулиш, писатель Иван Ничуй-Левицкий. Главная цель общества – развитие украинской культуры и науки. Организация располагала собственной типографией, библиотекой и тремя музеями. Издала более тысячи научных трудов, в том числе и украинские школьные учебники. Научное общество насчитывало 20 комиссий, в которых работали 333 ученых. Но в 1940 году советская власть запретила организацию. Заседания комиссий и секций велись подпольно. В Украине новейшая история научного общества имени Шевченко началась в 1989 году и продолжается до сих пор. Также существуют его четыре ячейки – во Франции, США, Канаде и Австралии. В этот день, в 1913 году, состоялся первый полет четырехмоторного бомбардировщика Илья Муромец. Самолет сконструировал киевлянин Игорь Сикорский. Бомбардировщик впервые в истории авиации имел отдельную от салона кабину. Кроме того, Илья Муромец – первый в мире бомбардировщик серийного производства. Как-то аэроплан поднял в воздух 16 человек и любимца всего аэродрома собаку по кличке Шкалик. Общий вес пассажиров составил почти 1300 килограммов. В начале 20 века такая грузоподъемность была большой редкостью. 23 декабря 1924 года в Харькове родился выдающийся актер Михаил Водяной. Большую часть своей жизни – 40 лет. Он служил в Одесском театре мускомедии. У актера была колоритная внешность, особенная манера разговора и удивительная способность сделать любую роль запоминающейся. На его счету более сотни театральных ролей и столько же кинообразов. Свою ключевую роль Водяной исполнил в музыкальной кинокомедии «Свадьба в Малиновке». Озорной Папандупола в тельняшке и красных галифе стал любимцем зрителей, а его реплики превратились в афоризмы. Самый известный – убери ножичек, сделаешь дырку, потом не запломбируешь. В этот день, в 1954 году, провели первую в мире успешную операцию по пересадке почки. Ее сделал американский хирург-трансплантолог Джозеф Мюррей. Вместе с командой хирургов в одной из больниц Бостона. Почку пересадили 23-летнему Ричарду Херику. Донором стал его брат-близнец Рональд. С новой почкой Ричард прожил 8 лет. За достижения в области трансплантологии Мюррей получил Нобелевскую премию по медицине. Теперь ежегодно в мире проводят десятки тысяч операций по пересадке почек. Сегодня Всемирный день сноуборда. Это один из самых популярных и зрелищных зимних видов спорта, который входит в программу Олимпийских игр. Первый сноуборд назывался «Снуфер», а создал его в 1965 году американец Шерман Поппин для своей дочери Венди. Первые соревнования по этому виду спорта прошли в США в конце 70-х годов. В Украине сноубординг появился в конце 90-х. Самая известная украинская сноубордистка Анна Мари Данча. Она многократная чемпионка Украины, победительница Кубка Европы, серебряная призерка Чемпионата мира 2019, участница трех зимних Олимпиад. И это далеко не весь перечень ее достижений. А каким будет 23 декабря 2021 года, зависит от каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok